МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Елена Домеева". Юрист, журналист. Сфера интересов. Психология. Это впервые вопрос, который мне задают за 20 лет. Можно вашу руку? Обладает критическим мышлением. Ленда, вы просто стерла. Не стесняется задавать неприятные вопросы. Сергей, у телезрителей уже взрыв мозга. И я уже себя не контролирую. Давайте как-то коротко, емко и конкретно. Какая она заносчивая опасность? Нужно наличие, что возьмешь? Подвергает сомнению даже признанное авторитетное мнение. Ее задача – понять и обезвредить. Как писал Карл Юнг, в 95% случаев мы точно знаем, кто или что наносит нам вред и разрушает нас. Но не всегда знаем, что со всем этим делать. Наши предки на этот вопрос для себя ответили. Обрести спокойствие, вдохновение, набраться силы, здоровья можно на местах силы. Звучит прекрасно, но есть одно большое но. Далеко не всех геоактивные зоны принимают с распростертыми объятиями. Некоторые еще больше слабеют и заболевают. Почему и с кем это происходит, и вообще стоит ли игра свеч? Поймем и обезвредим. Причина появления геоактивных мест до конца непонятна. Вадим Чернобров – путешественник, писатель, историк аномальных явлений. Три основных версии или три основных источника воздействия на человека и на место, которые приводят к тому, что человек чувствует прилив сил и буквально называет это место местом силы, это либо нечто, идущее из-под земли. Вторая часть версии говорит о том, что это комплекс причин, идущих из космоса. А третья – это мы с вами. У вас есть место силы ваше, где вы по-особенному себя чувствуете? Куда вы стремитесь? На самом деле, за десятилетия исследования этого опроса мною было переписано и обследовано более двух тысяч аномальных мест. Примерно 300-400 – это места, которые можно назвать местами силы, ну, более правильно, геоактивные места, и более 700 – это геопатогенные места. Принцип поиска для начинающих мест силы очень прост. Ищите лесные храмы, просто в городах множество храмов, но поскольку, как правило, их строят не там, где хочется строителям, а там, где, ну, извините, вот место осталось, понятно, что большая часть из них стоит, ну, в более-менее произвольном месте. Индия, Бали, Карибы, Ялта, есть там монастыри, я очень люблю всякие старинные, заброшенные такие вот. Лада Дэнс – эстрадная и джазовая певица, актриса. Чем старше монастырь, чем меньше о нем знают, тем он, значит, точно мой. Ну, и в основном, конечно, учителя, потому что я верю людям, которые полжизни отдали на опознание себя, рядом с правильными тоже учителями, ну, книги, конечно. Люди, как правило, называют эти места намоленными и священными, эзотерическими, и так или иначе связывают, ну, если говорить конкретно о нашей местности, о России и Беларуси, либо с деятельностью христианской церкви, либо с деятельностью язычников, которые были дохристиан. Разница в списке этих мест чрезвычайно маленькая. Не только в местах силы есть сила. Почему иногда смотришь на вещь и не можешь оторваться глазами даже от нее? Анатолий Леденев – целитель, экстрасенс. Потому что от нее идет энергия, которой хочется, хочется постоянно питаться. Вот посмотрите на красивые храмы. Ими хочется любоваться, любоваться, любоваться. Или дома, или картины. Есть вещи, сделанные магами, художниками, которые несут определенную энергию, которые открывают порталы, которые их закрывают, которые открывают каналы удачи, счастья, здоровья. Это лечащая картина. У меня тоже есть задумки нарисовать картины, которые будут действительно лечить органы. Это картина «Портал желаний». Энергию огромную несут. У Джуны очень много картин, перед которыми стоишь, лучше себя чувствуешь. А у некоторых картин ты просто улетаешь. Такое ощущение, как будто тебя вынули душу, и ты куда-то полетел. Места силы есть в Москве, их очень много. Есть даже порталы, открытые порталы, куда люди исчезают. Это не фантастика, это реально существуют такие переходные места, точки. Сильное место силы – это ВДНХ. Вот этот восьмиугольник, фонтан центральный, является местом силы. Обратите внимание, как там люди сидят. Завиток делают определенный. Если даже смотреть самолеты, можно видеть интересную тенденцию именно вихревого. По кругу, вокруг фонтана, даже отходя далеко, они все равно выкладываются в круг. Москва, Индия, Бали, Ялта. В нашей стране тоже немало волшебных мест. Это и Журовический монастырь, Лошадский парк в Минске, Тройское предместие, Беловежская пуща и многие другие сакральные места, в которых можно подзарядиться положительной энергией и даже что-то поменять в своей жизни. Однако для того, чтобы это действительно произошло, необходима предварительная настройка. Зависит ли от цели посещения его результат, если говорить о местах силы? Конечно, зависит. Те, кто верит, они получают заряд. Они всегда имеют контакт и получают вот эту энергию божественную, да? А есть люди, душа которых вот рядом блуждает. Она не находится внутри яйца, а она вот так плетется, или как вот этот сдувшийся шарик рядом висит. Таким людям просто настоятельно рекомендую находить места силы и быть там. И чем чаще они бывают, тем они больше себя соединяют с душой. Раз нет веры, ну хотя бы найди место силы, свое место в этой жизни, наполняйся. А как его найти, свое место? Чувствовать надо, надо себя слушать. Бывает, люди ходят, сидят на какой-то определенной лавочке, я вот там люблю, да, сидеть, сядь, и уточек кормят. И он прямо это насидел уже, эту лавочку, она определенно имеет силу, она имеет его энергию. Это как, вы знаете, источник питания. Вот человек сам находит свое место силы. Есть места силы, которые я посещаю, мне там не нравятся. Потому что я вижу, что некоторые люди сбрасывают на этом месте. Вы знаете, там, где люди отдыхают, а это бумажки накидали. Вот примерно вот такая ситуация. Я это чувствую сразу. Энергетический мусор. Кому-то будет там легко. У каждого свой вкус, своя манера. Одна любит арбуз, другая офицера. Как найти свое место силы? Каким образом можно зарядиться энергией в данных местах? И всем ли небесная канцелярия выдает абонемент на посещение? После рекламы поймем и обезвредим. О таинственных местах силы, способных подпитать человека жизненной энергией, издавна ходят легенды. Специалисты из разных областей знаний объясняют появление этих мест по-своему. Тут и инопланетное вмешательство, и особое расположение звезд, намоленность мест, эфирные потоки, плацебо и другие причины. Для того, чтобы лучше понимать предмет наших изысканий, мы посетим и положительные волшебные места, и территорию, находящуюся во власти геопатогенной аномалии. Ну и по пути заглянем в гости к человеку, который обладает магическими ключами от эзотерических знаний. Выясним, что можно, а чего нельзя делать в этих таинственных местах, нужна ли какая-то особенная подготовка. Что-то мы поймем, а что-то непременно обезвредим. Вообще работа с местами силы – это краеугольная тема в магии. И очень важно уметь ориентироваться и понимать, что это за место. Алексей Бахабов, мастер духовных практик, считает, что экстрасенсорный дар может развить в себе каждый человек. Одному человеку будет хорошо, другому плохо. Если человек не чувствует вот эту силу, то есть вот эту энергию, не надо ему туда ходить. В принципе, все люди для себя определили, что для них являются вот эти местные силы. На море съездить, на песочке поваляться, на солнышке, по горам походить, на природе побывать. Ну вот это вот такие общие места силы. Углубляться в какую-то более сложную специфику, что есть качество такой энергии, качество такое – это уже для людей, которые конкретно этим всем занимаются. Потому что на место силы имеет смысл идти, если у тебя есть четкая задача. Под эту четкую задачу подбирается место. Это очень сложная-сложная схема и для простого обывателя абсолютно бесполезная. Вот он нашел какую-то пещеру, он ничего не чувствует, он не понимает что-то. Вот зашел внутрь, посидел, вышел. Что изменилось? Вот зачем он туда заходил? Просто посмотрел, селфи себе сделал и все. Потому что ничего не происходит с обычным обывателем на этих местах. Грубо говоря, в этой комнате есть розетки, а у меня есть прибор, да? Но мне надо еще вилку воткнуть в розетку. А если я походил вот вокруг этих розеток, но не воткнулся туда, то никакого резонанса не происходит. То есть нужно себя настроить, какой-то ритуал, понять, что это за место, как оно может быть мне полезным. Возможно, там есть какие-то духи. То есть надо не разбудить это место, иначе оно может агрессивно на меня отреагировать. Это огромная наука. Рискнули бы вы пойти в какую-нибудь химическую лабораторию и с неизвестными реагентами начать их смешивать. Без всякой техники безопасности, без защитного костюма, или без респиратора и так далее. Я думаю, не рискнули бы. Полностью согласна с Алексеем. Если вы едете на место силы для того, чтобы просто посидеть и отдохнуть, делать селфи, вы просто посидите и отдохнете. Место силы – это место ответа. С каким вопросом, состоянием, уровнем готовности вы приехали, то и получите в ответ. Но это не самое главное. Основной, неисчерпаемый ресурс не обязательно искать извне. Самое сильное место силы открыто. Где? Правильно, нас самих. Но от идеи заглянуть в таинственные места и почувствовать на себе их энергетику, мы, естественно, не откажемся. Надеюсь, погода не подведет. Как вы будете снимать дождь? А это очень хорошая примета, между прочим. Что невеста в свадебном платье хвост замочит, что снимающие люди встречают дождь. Это значит, будет все хорошо. Наталья Толстая – психоаналитик, кандидат медицинских наук, журналист и писатель. Обязательно нужно, чтобы было как можно больше распущенных волос и непременно надевали чистую, нарядную одежду. То есть ни в коем случае нельзя, вот в чем блины пекло или в чем стояло, пошла, посидела на месте силы. Но мы сегодня подготовлены. Безусловно, да. Что такое место силы? Очень много людей живут в мегаполисах. Им некогда их ходить по паркам, выезжать на определенные места. Абсолютно необязательно выбирать какой-то великий город и ехать на край земли. Место силы можно найти возле дома, в любом городе. В любой стране есть законы у места силы. Положительное место силы имеет свои признаки. Непременно нужна текущая вода и гора. Если при этом еще будет мост, то это тройное место силы. То есть это точно то, что нам нужно. Гора, а впереди река. Не зря, вот посмотрите, там наверху стоит храм православный. Потому что это сильнейшее место силы, и они всегда на пересечении этих энергетических полей ставили, потому что люстра, центральная люстра в храме всегда показывает, где самая основная точка. Поэтому православные приходят, становятся под люстру. И вот так стоят, пока их назад не потянет. Все, ты вошел в резонанс, и дальше уже иди. Благодари и прости. Удивительная вещь, считай. Так, вот смотри, вот тут и сядем. Нам далеко не надо. А можно я пускаюсь? Можно. Самое главное максимально расслабиться и понять, что сейчас мы не думаем о чистоте одежды, о том, что скажут люди о вас. Вам сейчас нужно, чтобы что-то материализовалось. Ложимся спиной. Разбрасываем руки. Подставляем лицо солнцу и холодному ветру от реки. И все нечистое бежит от нас, не находя приюта. Вот так можно материализовать все на любую потребу. Хочу жилье, хочу ребенка, хочу Васю. Так наши прабабки могли взять энергию у камня, у солнца, у воды, у травы, у деревьев, у ветра. Они были очень неглупой женщиной. Так же точно энергию брали в вещь, в которой я сижу на этом месте. Его не стирали, высушивали и оставляли. Так же точно, как крестильную рубашку, крестильное полотенце. Лучше всего, чтобы не было синтетических тканей, поэтому одежда и жирна – самое лучшее, что можно придумать. Именно поэтому наши прабабки так ее любили и уважали. Следующая встреча была назначена в месте, которого наши пращуры побаивались. Долгое время оно носило название «Черная грязь». Причем не из-за цвета почвы, а из-за присутствия здесь недоброй, злой, мрачной черной силы. Несмотря на свой неблагополучный имидж, Московский царитмский парк оставила у всей нашей творческой группы только приятные впечатления и воспоминания. Царицынский парк. Царица – это архетип, власть, успех. Здесь очень хорошо делают талисманы на карьеру. Дарда Кусто – потомственный шаман. Хорошо, я женщина, я в Царицыно. Что я должна делать? Нужно занять место именно на Земле. Пожалуйста. Нужно снять обувь, чтобы ноги были босые. Это обязательно. К примеру, чтобы у вас была связь с Землей. Это очень важно. И вы берете ключ, и нужно его воткнуть в Землю. Если на карьеру, то нужно это делать на растущей Луне. Будет хорошо, если это будет третий лунный день, либо пятый, либо седьмой. Почему? Потому что семь – это число удачи. А если я хочу набраться сил, набраться энергии, что мне нужно сделать? Нужно лечь, чтобы вы чувствовали Землю. В этот момент нужно смотреть на небо, и чтобы это было днем, а не ночью. А будет хорошо, если это будет на рассвете, когда солнце всходит. В этот момент обычно кричат петухи. А петух – это архетип птицы Феникса, который восстанавливается из пепла. Вот именно на восходе солнца, на место силы вы ложитесь, руки раскиньте, и просто смотря в небо, попросите, чтобы все было хорошо. А можно кого-нибудь попросить изобразить петуха? Ну, он кричит так. О-у-у-у-у-у-у! Кукарь-ку! Оп! Можно обнять дерево, березу или клен, все что угодно. Но почувствовать именно то дерево, с которым тебе будет хорошо. У каждого места есть свой дух. Хранитель, попроси, чтобы твои молитвы были услышаны, и чтобы у тебя все исполнилось. Не вредно ли слишком часто посещать места силы? Нет, не вредно, потому что земля – это, по сути, архетип матери. Чем чаще, тем лучше. Идет очень большая пульсация, и в этих местах очень хорошо молиться. То есть небесная канцелярия здесь вас очень сильно слышит. Продолжим. После рекламы оставайтесь на телеканале «Беларусь-2». Продолжим узнавать больше о местах силы. Что мы уже выяснили? Они подразделяются на положительные, где улучшается здоровье, и отрицательные. В последнем зарядиться ощущением праздника не получится, а вот сбросить негативную энергетику и эмоции – вполне. Может ли совершенно обычное место для одного быть местом силы для другого? Заедем, поймем и обезвредим. В этом и есть энергетический смысл. Вот, допустим, у каждого человека есть свои корни. Материнские и отцовские. Мать всегда справа, отец всегда слева. И если они живы, можно приходить, обнимать их, и все хорошо. А если они на небе, тогда можно прийти на кладбище, постелить пакетик, встать на коленки и рассказать. Скоро я хочу начать диссертацию, я хочу выйти замуж. У ребенка первый дух, я беременная девочка, рассказывать им все, и просить что-то. И удивительные вещи происходят, когда вы проходите через личный катарсис, вы разговариваете как бы с землей. Но материнская и отцовская могила и вообще всех предков – это огромное место силы. Не зря у нас именно самый основной праздник. В Пасху люди идут и в Пасху, и через неделю на Красную Горку. Вы видели кладбище в Пасху? Это же праздничное мероприятие. Поэтому детей приводят, показывая, как мы отдаем здание уважения своим близким и убираем могилку. Сильнее место силы у человека не существует. Допустим, мне легко на кладбище. Я там обнуляюсь. Это называется, я перешла из состояния вот этой реальности в другое. Там другой мир. Там все с тебя сходит. Самые сильные практики работают в основном на кладбище. Но я редко этим пользуюсь. В основном в очень исключительных случаях. Очень спокойно и, в принципе, очень хорошо. И ничего человека плохого там с ним не происходит. Но мысль о том, что «а-а-а», да, не понимает. Вот эта мысль может навредить. Поэтому я могу быть в хорошем месте с неправильной мыслью. И эта энергетика усилит мою неправильную мысль, я сам себя изнутри съем. Могу прийти в плохое место с хорошей мыслью. И я своей мыслью буду противостоять этой энергетике. Нюансов очень много. Очень. Перекрестки. Вот перекрестки именно не еженых дорог, а именно ухоженных дорог. Они являются достаточно узимым местом. Я тоже это называю место силы. Это называю рабочее место. Мастой является тоже местами силы. Местами разрушения, местами силы. Там можно сделать очень хороший обряд на соединение, да. Можно на разъединение. Наши прадеды 200-300 лет назад считали, что энергетику можно перепрограммировать очень быстро. Допустим, тебе нужно завтра, чтобы 100% получилось какое-то дело. Ты приезжаешь на автомобиль на одну сторону, переходишь через мост, стоишь там, говоришь, что тебе нужно, возвращаешься обратно, сходишь по машине и поехала дальше. То есть беременные перед родами непременно возили по мостам. То есть если она уже не может выйти и сама сидеть на земле, ее хотя бы перевозили на лодки, через реку и обратно, на брички, на транспорте, на каком-то, на руках, не знаю, насилие или нет, но работает безотказно и в 21 веке тоже. Отрицательные места силы. Я, допустим, могильники считаю. Дома, у которых сгорели дети. Это очень тяжелые места. На этих местах нельзя строить новый дом. Вообще, на самом деле, если посмотреть о каких-то плохих местах, они исторически еще как-нибудь и называются, ну, что-нибудь типа чертовой долины. Места катастроф, плохие места уже, да, места где-нибудь, где там очень много людей забили насмерть, места жертвоприношения человеческих. Но, опять же, маги могут использовать эти места для достижения каких-то состояний или задач. Один из торговых центров стоит на кладбище. Огромный торговый центр, который сейчас терпит убытки. Я не буду говорить, что это торговый центр, но там нет людей. И многие не понимают, почему там нет продаж. Обычная человеческая алчность к чему приводит. И это является отрицательным местом. Место забора, которое забирает жизненную энергию. Поэтому люди, текучка там, допустим, кадров, да, ставят хорошую зарплату, а человек не может. Он начинает болеть. Один заболел, другой заболел, третий заболел. И вот так вот замыкающие круги. Постоянно люди уходят на больничество. Что нельзя делать в местах силы? В местах силы нельзя конфликтовать. Можно заключать браки, заключать договор, что вы обещаете друг другу сохранять верность. То есть заключать договор с семьями. Вот это можно. Если вы желаете сделать себе амулет, тогда это нужно сделать на убывающей луне. То есть после полнолуния. Если вы хотите привлечь любовь или деньги, или красоту и молодость, то это нужно делать на растущей луне. Это очень важно. Места силы, они очень сильно зависимы от фазы луны. Вы сказали, что здесь можно сделать амулеты. Каким образом? И из чего, собственно? Из чего угодно. Главное выбрать нужный день. И войти в нужное состояние. Есть кармические завязки, есть дурной глаз. Самый большой грех – уныние. Иногда мы поддаемся уныниям, и это самый огромный отток энергии через уныние идет. Поэтому, когда ты изучаешь эти моменты, знаешь, как восполняться, как восстанавливаться этой медитации, иногда просто пообщаться с классными людьми или друзьями, с детьми, неважно. Вообще, очень часто люблю сидеть у воды. На самом деле, у каждого свое место силы. Кого-то заряжает, наполняет энергией вода, кого-то горы, кто-то получает необходимые эмоции в комфортной, спокойной атмосфере библиотек. Кто-то подзаряжает свои жизненные батарейки в телевизионном эфире. Все индивидуально, общих рецептов нет. Главное – научиться понимать и слышать себя. Если ему энергии не хватает, пусть питание свое стабилизирует, сон свой стабилизирует, разберется со своим метаболизмом, с выделением необходимых гормонов, со своими психическими установками. Вот эта мысль о том, что я сейчас приду в святое место, и у меня все будет зашибись. Ну, это мышление потребителя. Причем, ну, вот все время я пойду и на кого-то перенесу ответственность за свою жизнь. На мага, экстрасенса, на батюшку, на храм, на святое место, еще на что-то. Вот все вокруг мне должны, и вот я сейчас вот приду, все, заплачу, монетку дам, помолюсь, и вот все будет хорошо. Как говорится, хорошо там, где нас нет, да, то есть, а там, где есть, почему-то всегда плохо. Не прислушивайтесь к тому, что вам рассказывают, там, ваши подруги, ваши друзья, а ориентируйтесь, да, на свое самочувствие, что называется, не идите на поводу у большинства. Местом силы может быть что угодно. Эта комната, ваша квартира, переулок, улицы, что угодно. Зависит от качества, которое мне нужно, и это качество просто можно найти, вот его некое сосредоточение. Начни работать сами, потихоньку, по чуть-чуть, начинай разбирайся, повышай свой уровень образования, интеллекта. И вот что-то начинает выясняться. А человек хочет вот так, а так не работает. Ну, мне остается добавить лишь следующее. Любая ситуация, которая происходит в нашей жизни, она неплоха, не хороша сама по себе. И только от нас зависит, сумеем мы разглядеть и использовать шансы, которых вокруг нас немало. Понять и обезвредить. Спасибо большой программе, я бы не добралась. А все-таки недоброжелателей достаточное количество. Зато не сглажат. Редактор субтитров А.Семкин